Доброе утро. Давайте посмотрим ваше самочувствие, поверим давление. Как себя чувствуете? Отлично. Ещё недавно Елимхан мучился от проблем со здоровьем. Даже вздохнуть не мог на улице. До этого, по словам мужчины, проблем вообще не было. Он даже в больнице не обращался. Состояние ухудшилось буквально за день. Дышат. Вот обыкновенно. На улице даже выхожу, как будто воздух у меня не хватило. Вот донор был, вот меня вызвали, у меня сердце поменяли. А теперь, слава богу, благодаря, конечно, хирургам нашим. После многочисленных обследований врачи пришли к выводу – житель Нагайбакского района может спасти только пересадка сердца. Елимхану крупно повезло – нашёлся донор. Орган подходил по всем многочисленным параметрам. Мужчина стал 14-м пациентом, которому провели подобную трансплантацию. Первая операция у нас была выполнена 18 октября 2017 года. То есть вот в октябре уже будет у нас 7 лет. После первой трансплантации этот пациент у нас жив, находится под наблюдением, чувствует себя весьма хорошо для пациента с пересаженным сердцем. С каждым годом врачи областной больницы проводят всё больше таких сложнейших операций. Но медики не всегда могут организовать такое хирургическое вмешательство. Всё, что касается, я ещё раз говорю, медицинской составляющей, здесь у нас нет проблем. Самая сложная проблема – это, конечно, донорская база. Мы не забираем чью-то жизнь. Мы забираем только тогда, производится забор органов только у того человека, у которого уже констатирована смерть мозга. В ближайшее время Елимхана выпишут, и он вернётся домой. Больше всего мечтают увидеть внука, которому всего несколько месяцев. Теперь главная цель в жизни – бросить курить, чтобы не испортить уже чужое сердце. Ольга Кокшарова, Дмитрий Бачко, Павел Востротин, 31 канал.